Включайте камеры, ребят, будем общаться лицо к лицу, а то немного этот онлайн нас всех угомил. Сережа сейчас вернется и я включила запись, передаю тебе слово. Всем привет, мы сегодня собрались обсудить такую тему как дизайн-системы. Кто-то знает уже, что это такое, кто-то нет, и многие, наверное, путаются в структуре того, что это такое. Что является дизайн-системы? Первое, есть понятие стейл-гайдов и UI-китов, есть понятие дизайн-системы. В чем разница? Дизайн-системы, она собирается не только с UI-кита, но и с, ну, во-первых, там идет, входит атомический дизайн, туда входит документация, туда входит какие-то тесты и решения, то есть варианты, а также показывают все возможные варианты определенных компонентов, как они должны работать в тех или иных условиях. Ну, это предыдущая была презентация, но здесь вот дизайн-дизайнер-кит, это условно инструменты, которые используются для создания дизайнер-кита, это Figma, Sketch, Photoshop и все остальное. Photoshop не совсем окей, но, возможно, там иллюстрации, которые тоже входят в дизайн-системы, могут реализовываться в иллюстраторе или в Photoshop. Атомический дизайн состоит из атомов, молекул и организмов, потом эти организмы превращаются в темплейты, и из темплейтов превращаются то есть атомы — это микроэлементы, а молекулы — это макроэлементы, которые взаимодействуют с молекулами атомов, ой, с атомами, которые воссоединяются, и потом это превращается в такой большой организм, то есть условно, input button или там какие-то карточки, аккордеоны и так далее. Из этого всего потом разрабатывается темплейт, в котором реализовывается какое-то готовое решение, которое варьируется на разных страницах и повторяется. Зачем это сделано? Для того, чтобы в случае того, когда у нас есть условно какой-то модуль, темплейт — это форма захвата с кнопкой сетя, которая позволяет нам донести мысль юзеру, что условно, если он подпишется, он получит 15% скидки на определенный товар, и эта сетяшка, форма захвата, она может быть в разных местах. Соответственно, чтобы каждый раз не редактировать ее и не менять там, допустим, нам нужно решить, чтобы менять текстовое наполнение в сетяшке в разных страницах, то этот темплейт как бы выполняет это условие. Аналогично, если нам нужно на всех пиджах отредактировать темплейт, условно, эту же сетяшку, нам нужно перерисовать, сделать ее больше, добавить какой-то контент. Опять же, мы меняем в коренном фэмили компоненте, и потом в чайлдах она все редактируется на разных страницах. То есть это упрощает процесс. Зачем дизайн-системы вообще созданы? Дизайн-системы нужны для того, чтобы решить такие условия, как, ну, условно, если мы говорим за какие-то небольшие сайты, это там сайты-визитки, там для клиента нужны условно 5-6 страниц, то, возможно, дизайн-система не нужна, потому что дизайн-система, она не создана для того, чтобы это был какой-то короткий срок исполнения. Дизайн-система решает задачу того, что пользователи, которые… не пользователи, а команда, которая разрабатывает продукт, это продукт долгосрок, то есть это длинный продукт, который должен будет дорабатываться. Он решает задачу того, что если, допустим, коренной дизайнер выходит из дизайн-системы или вообще из дизайна, можно добавить, ну, там, среднего уровня дизайнера, либо даже джуниора, который сможет разобраться в этой системе и руководствоваться ей. То есть он не сможет ее редактировать, так как она будет заблокирована, и он сможет только использовать компоненты групп и реализовывать это по документации. То есть у него не будет возможности ошибиться. А для чего еще нужно дизайн-система? Для того, чтобы фронт-энд-девелоперы, менеджеры, стейкхолдеры видели и понимали, что этот продукт имеет какой-то брендинг, у него есть определенные условия, и, ну, там, масштабирование, так он должен масштабироваться, как он должен варьироваться и так далее. И, соответственно, не будет, ну, оно сокращает скорость разработки проекта. Но на начальном этапе дизайн-система для того, чтобы ее разработать, нужно очень много ресурсов, нужно много людей, которые будут ее создавать. и много времени. Соответственно, какой-то маленький проект, продукт не сможет себе позволить дизайн-система, потому что это, ну, дорогое удовольствие. Есть линейные степы дизайн-системы, это условно мы формулируем цели, методы, потом инструменты, в которых мы будем работать. И, соответственно, мы начинаем с того, что мы там создаем какую-то сетку, типографию, лоялуто, иконки, компоненты, комплейты. И в дальнейшем, ну, так оно и все идет. Потом идет там условно тесты, и происходит как бы создание этого всего. Но оно так линейно не происходит. Соответственно, каждый раз, когда мы разрабатываем дизайн-систему, мы возвращаемся к предыдущему степу и снова редактируем его и идем дальше. Почему? Потому что нельзя угадать точно, как будет работать данный элемент в определенных условиях. Соответственно, всегда идет, ну, backstep, когда мы всегда возвращаемся, что-то редактируем, возвращаемся дальше. Потом дизайн-система, она не формируется сразу. Методология такова, что вначале разрабатывается условно, ну, есть артефакты, которые собираются дизайнерам, что и как мы должны делать, там, B2X-ресерч. После этого мы начинаем реализовывать в Airframe, какой-то сайт-мап, юзер-черни-мап. И когда мы начинаем реализовывать UI-ку, ну, визуал, мы не делаем компоненты. Мы рисуем сначала, потом утверждаем с клиентом. Как только клиент или менеджер проекта утверждает визуал, и мы понимаем, что, допустим, эти компоненты должны дублироваться, и они у нас дублируются на нескольких страницах, то в основном в конце реализовывается дизайн-система. И реализуется еще для того, чтобы фронт-энд видел, что, допустим, это работает так, и по-другому никак. И у него меньше вопросов, соответственно, он видит все варианты возможные дизайна, и он сразу его входит. У него меньше вопросов, меньше работы, соответственно, меньше ошибок. Кто наполняет дизайн-систему? Дизайн-систему наполняют команды дизайнеров, потом так же само работают BI-команды, контент, менеджеры или дизайн-контента, дизайн-контента и разработчики. Потом, соответственно, эта дизайн-система делится на десктоп, на презентации, на мобильные версии, возможно, мобильные приложения. И дизайн-системы должны быть максимально scalable, то есть они должны scalиться и адаптироваться под разные разрешения. И что еще? Ключевые отличия дизайн-системы от атомарного дизайна и UI-кита. UI-кит и гайдлайн – это продукты, а дизайн-системы и атомарный дизайн – методология. То есть это понятно, что UI-кит и гайдлайн – это продукты. UI-кит собирается после завершения дизайн-проекта, это я уже сказал. В атомарном дизайне существуют страницы, как высший уровень конкретики. В UI-кит никогда не бывает такого уровня. Атомарный дизайн принимают как методологию с самого начала работы над дизайном. Дизайн-система создается как завершение, хотя бы нужно завершить хотя бы один проект, и есть данные для анализа. Опять же, это все я объяснил, рассказал. И есть момент, что в UI-кит есть только стиль и состояние элементов, а в гайдлайне описывают еще и взаимодействие элементов, базовые принципы компоновки требования к контенту. Это тоже, что касается документации в дизайн-системе. Аналогично, вот есть схема, в которой вы можете посмотреть, какие дизайн-операции должны быть. То есть модули, компоненты, гайдлайны и стиле, стайл-гайды, паттерны и код-либрари. То есть код-либрари дизайнер как таковой не делает, его реализовывают фонт-энд. Если дизайнер фулл-стэк, он может тоже это реализовывать, если у него есть знания в коле. Гайдлайн создается после того, как часть работы по проекту уже сделана, базовые страницы разработаны, тем прописывается все решение для адаптации фирменного стиля к вебу. Если у вас мало страниц и контента, можно ограничиться UI-кит, а в остальных случаях стоит прописать поведение элементов, правила проектов, гайдлайны. При работе с несколькими проектами под одним брендом для унификации и прощения работы в будущем понадобится своя дизайн-система. Подумайте о расширенной атомарной версии. Есть такое, когда уже дизайнер имеет опыт в создании этих дизайн-систем, а не только UI-китов и начинает реализовывать новый проект, то в моем ключе я начинаю с того, что я знаю определенный базовый кит компонентов, которые уже будут мне необходимы на будущее. То есть заранее их подготавливаю, знаю, что они будут работать в том или ином случае. То есть это кнопки, input, select, радиокнопки, checkbox и так далее. Ну, соответственно, типография, эти все токены, цвета, это все тоже реализовывается. Возможно, можно реализовывать изначально, чтобы помогать себе в разработке. Также я, допустим, использую уже на данный момент, я даже для вайрфрейма создаю условную дизайн-систему. То есть я себе, ну, конкретно для себя создаю UI-кит для вайрфрейма, которым я могу делать это. Условно, в фигме, внутри фигмы реализовывается тот же акшур, который, или там бальзамик, и это упрощает и ускоряет процесс создания того же вайрфрейма. Что там у меня еще есть? Ну, вроде как все. Единственное, что я еще хотел показать вам, несколько... Сейчас я застоп-шерю, и зашерю снова. Достоп-ок. Есть инструменты, которые позволяют ускорять процесс, ну, создания стайл-гайда. Есть, опять же, фреймворки, которые используются... А, я еще хотел показать конкретно сами дизайн-системы, одни из, наверное, успешных, и самых таких распространенных. Одна из распространенных систем Google Material Design, очень расширенная версия. Можно посмотреть, как визуал, который... Ну, это уже как бы старая система, ну, относительно старая. Она очень хорошо расписана. В ней есть разные визуальные части, которые можно посмотреть, как бренд-история. То есть, там, Bazel, Crane и так далее. Раньше, где-то два года назад, в Мишебайске был плагин, который позволял вот это все создавать там за секунду, просто менять цвет и использовать эту систему для разработки там определенных мобильных приложений. Это было удобно для андроида. Вот есть, например, типография, кнопки и так далее. Это конкретно по материалу. Рекомендую для начинающих, кто хочет вообще понять систему разработки, дизайн-систем и вообще компонентов, отталкиваться от материала, но не идти за ним, как полностью визуал. Почему? Потому что, допустим, конкретно мне визуал самого материала не особо нравится, но он показывает, как должно все работать, какие стаиты, как не должно работать. Из-за основы для разработки своей дизайн-системы можно полагаться на материал и использовать как референс, хороший референс с описанием. То есть каждый пункт, каждый модуль описан очень грамотно и дает много ответов на какие-то определенные вопросы. Как-то так. Это вот по поводу материала. То есть тут можно посмотреть, если нужно еще посмотреть, как должны выглядеть компоненты, советую конкретно из материал. Есть такой, как Material UI. Здесь можно глянуть вот именно просто компоненты. Есть боксы, контейнеры. с точки зрения кодинга, глянуть, как оно работает. То есть вот есть Pazigrid. То есть все это есть тут. Можно будет смотреть, вдохновляться, копировать. Ну, как вот рекомендация копировать. Просто копировать в тупую, реализовывать это и потом со временем будет понятие, как это должно работать. Что еще? Есть вот такая, ну, одна есть визуально, которая мне нравится. Это Jira дизайнная система. Мне нравится, как выглядят их компоненты, какая структура у них. То есть очень грамотно составлено. Если захотите посмотреть вообще, вот как оно все работает внутри, можно глянуть, ну, как на Atlassian дизайне. Также есть в Figma. Figma можно глянуть и поюзать playground, как это должно работать. Единственный момент, что сейчас, вот ту, которую нашел джировскую систему, она немного устарела в плане взаимодействия, но, возможно, они ее так создавали, то есть им было так удобно. Потому что видно сразу, что они его в мультикомпонент не создавали, не комбайнили. Но хотя она и так хорошо работает в поиске, там можно найти вас и так использовать ее. также есть система сложных вложенных символов и система maturity, когда у нас несколько уровней вложений в элемент. То есть у нас условно может input быть создан из других атомов молекул, и мы можем его максимально разных вариантов разделять и редактировать. То есть там input обычный, который поле ввода может быть и календарем, может быть и аккордеоном, и там профилем, ну и так далее. То есть, соответственно, количество вариаций одного контейнера может составлять около 400 или 3000. Так, это я рассказал, что еще. Короче, вот эту штуку можно просто почекать, глянуть, как работает. Хорошая система, интересные виды, то есть можно по всему кликать, смотреть, как она работает, как внутри. То есть, грубо говоря, я могу редактировать конкретно внутрянку, могу менять иконки, те, которые мне нужны. То есть, это система вложений, о чем я и говорил. сделана для того, чтобы упрощать юзерфлоу, разрисовывать легче было. Ну и опять же, может быть, несколько состояний в будущем, соответственно, можно их редактировать. есть такая система Mail.ru, парадигма. Довольно-таки прикольная, можно посмотреть, тоже почекать, все на русском написано, удобно воспринимать. Ну, и сам визуал довольно-таки неплохой. То есть, тоже рекомендую. Есть еще такая, такой сайт Checklist Design, в котором можно будет проверять наличие определенных темплейтов на наличие ну, чек-листа. То есть, грубо говоря, можно использовать даже на базовом уровне, если мы создаем определенные там сайты-визитки, какие-то простые, мы можем зайти, зайти, условно, там, на логин, посмотреть, что, какой чек-лист может быть в логине. Не обязательно выполнять этот весь чек-лист, тут показаны примеры. Есть статьи на каждой, ну, там, разные сайты в плане реализации вот этих, там, допустим, логинов. И момент в том, что заранее делать много и сжигать бюджет клиента это не хороший вариант. Хороший вариант это когда вы брифуете своего клиента и, ну, получается список определенный то, что вам нужно создать в дизайн-системе или, допустим, в UI-кете. Соответственно, когда у вас есть такой чек-лист, вы его сами создаете и идете по нему и реализовываете все возможные варианты состояния, а потом описываете это все для всей команды. Потом по поводу рекомендаций, что почитать, это атомарный дизайн Брэд Фрост. это конкретно для понятия как создавать вообще UI-кит грамотно, правильно его формировать и так далее. С этим я рассказал. И еще есть инструменты для создания. Есть плагины, которыми конкретно я пользуюсь. стайлер. Стайлер это ну, так чтобы сразу покажу вам. как это должно работать. даже можно поочередности. Грубо говоря, мне нужно там условно какой-то определенный праймари цвет. фиолетовый. Или даже можно сделать по-другому. Я могу зайти в color palette. Это тоже можно использовать дизайн системы. Выбрать соответствующую цветовую палитру, которую нам хочется взять. Допустим, копирую цвет, создаю и делаю цвета акцентов или алертов. красавица цвета и к горнь цвета идеи. лас формой в Условно, мы накидали какую-то там палитру для алертов, так можно сверху сразу написать, что это алерт-кент. Это у нас будет primary цвет. Следующий момент, я беру color shaders и создаю палитру к этому цвету. То есть я беру hex, вставляю его в color, крейчу его, все у меня создался. И себе подбираю цвет под этот компонент. То есть у меня есть дефолт состояние, потом возьму себе условный hover. Потом допущим, у меня есть там selected состояние. И есть disable, ну, disable серым сделаем. И допустим, у нас есть background color. Возьму его вот этого цвета. Соответственно, теперь я могу эти все цвета подписать правильно изначально. И тогда, если я использую styler, то мне не нужно будет каждый раз цвет отдельно вбивать. То есть это реально упрощает создание таких вещей, там палитр, шрифтов, компонентов, кнопок и так далее. Так же само можно задетачить все компоненты через styler. Я сейчас просто покажу, как создать быстро. То есть я беру, редактирую и называю там primary цвет. Первое primary это через slash. Первое это domain name компонента. Следующее его состояние идет. Мы берем, здесь вписываем default, потом я здесь скопирую и все вставлю. Здесь пишу hover, здесь пишу selected, здесь пишу disabled. Так же само с alertами. Аналогично я вписываю em-сначение alert и domain будет, точнее domain. Это скорее всего будет error. Это у меня ok или done. Это info. Это там second info. С comer. С computer. УHay что есть? Так, спасибо. потом я это все выделяют нажимаем стайлер и все на меня сгенерировала все стили и теперь если я зайду я могу открыть alert и вот они здесь primary цвет вот они здесь bg color так же самое можно потом подписать стиле текста там темный какой-то там title body я реализовываю таким образом зачем потому что когда допустим я но есть ситуациях вы выбираете фрейм сейчас покажу то когда я вижу вот эти состояния то я вижу что допустим вот у меня здесь будет 24 не знаю где тут черный цвет ну вот допустим здесь и я понимаю что допустим где у меня текст где у меня другие там кнопки и так далее и если что-то не совпадает и это вижу здесь и могу отредактировать понимаешь допустим этот цвет мне не должен быть я должен там поставить этот для определенного элемента в моем ключе не так удобно некоторые рисуют просто вот такие вещи то есть коды токеном по градации и контрастности так тоже можно делать ну то как рисует а я конкретно подел для политика там других это станет реализовывать потом color color palette плюс есть еще кулерс здесь можно тоже себе чекнуть цветовые палитры сгенерировать сгенерировать их и вот так себе попрыгать через space выбрать там соответствующую палитру который нам нравится чекнуть ее я то скринил всегда стилил себе уже фигму непосредственно выбирал определенную припрос которыми нужно есть еще такой инструмент потом смуз шеду я использую для того чтобы набрасывать на контейнер тень да тот кто любит там условно супер тени вот эти длинные можно и взять эту штуку я использую конкретно для определенных проектов потом что еще материал иконки есть плагин конкретно фильме я еще в последнее время начал использовать иконки в 23 и есть еще у меня несколько там лип по иконкам допустим андрей товарищ расширил часто и пользуюсь мне очень удобно в том ключе потому что когда я допустим беру какой-то компонент вот они у меня забиты вас это в ливе и если мне допустим нужно изменить там горит заказчик нам нужно нужно нужен логин то я беру меня из иконок и единственный момент почему-то сейчас а я знаю почему не работает так по правильному тот цвет который сейчас задам он должен меняться на этот но так как я выбрал с другого пока то он не меняется короче сам факт что удобно использовать иконки тоже в компонентах потому что потом легко их редактировать айкон ли можно использовать без компонентов но разница в нем в том что когда мы их используем то он просто картину фреймом закидывает я не могу потом его редактировать соответственно не совсем удобно если там на быструю руку нужно что-то наваять то айкон ли удобная штука для этого но это все вручную самому делать но потом это нужно все правильно складывать и отдавать разрабу чтобы он мог я допустим разбиваю себе по полкам проект разбиваю на атомы на молекулы и соответственно наполняю каждую страницу что-то пустое потому что там допустим не успел добавить и соответственно когда я это все формирую потом к этому всему пишется документация и реализовывается есть еще момент с тем что я еще не рассказал по поводу дизайн-систем и контрибьюторов есть солитария система централизованная федеративная сиди с компонент и сидевать бит-контрибьютор с солитария система полагает что один или группа дизайнеров реализовывают извне систему которая делится с другими и другие используют и в основном те же дизайнеры которые контрибьют дизайн-систему они реализовывают дизайн это одна из распространенных систем на момент минус в этой системе тот что она не предполагает за собой развитие дальнейшего более масштабного то есть на маленьких проектах окей на каких-то больших проектах это будет тяжело реализовывать потому что один дизайнер не вытянет допустим и там группа дизайнер не вытянет всю систему и так далее а потом централизованная система это когда дизайн-система внутри дизайнеры группа дизайнеров реализовывают ее другие пользуются и другие дизайнеры реализовывают проект федеративная это когда много контрибьюторов дизайна реализовывают систему или допустим разработчики и централизуют ее другие пользуются и четвертое такая самая наверное лучшее универсальная это когда есть условно контент дизайнер или дизайнер короче у каждого условно своя ниша кто-то иллюстратор кто-то типограф кто-то хорошо работает со спейсингами там соцкопами и там кто-то колорист и каждый разбивает свою систему делает и потом они централизуют ее но она разбита на части пусть типа отдельно иллюстрация отдельно цвет отдельно там типографии и так далее она ни в одной конкретной странице находится разбита по отдельным компонентам это рассказал и что еще все если есть у вас вопросы говорите спрашивать можно задать да спасибо большое очень очень круто интересно полезно было и могли бы вы еще остановиться детальнее на токенах да сейчас конкретно что вопрос по токенам можно даже какие-то азы потому что я если честно ну имею опыт разработки дизайн-системы там ставил гайдов и так далее но токены не использовала хотела бы как-то понять как это все применять и ну смотри то как я это понял сам для себя потому что токены тоже редко использую но я видел ну на примере есть условно у нас разбит ну там как сейчас сейчас я подумал показать правильно я возьму просто за основу материал и вот грубо говоря у нас есть какой-то компонент так но так и и Это мне кажется, что Сырье завис. Да, завис. Я думала, это у меня. Я думала, он задумался. Окей. Подождем немножко, думаю, он переподключится. Да. На самом интересном месте, да? Приветствую. Приветствую. Да, у меня ноут сел. Бывает. Технические неполадки, да? Да, я думал, что мне хватит заряда, но не хватило. Сделал плохой скоуп. Так. По поводу токенов. То, как я это видел. Сам не использовал, честно скажу, пока. Но хочу использовать. Короче, есть у нас условно определенный элемент, который разбивается на спейсинге. Ну или там, допустим, у него есть placeholder, который есть коренной, у него есть еще коренной, точнее, даже по-другому. Вот если у нас family компонент и child, а у family может быть еще там дедушка или бабушка, условно, которую, если ее заменить, то заменится все. То вот так же само принцип токена работает. Если мы условно делаем токены, и вот эти, короче, реализовываем их, условно, есть спейсинги, там, xs, s, lk, mk. И мы вот условно там в каком-то компоненте используем его вот здесь. То есть это у нас компонент, и это все автолайаут. Секунду, я себе барс маню. Ладно. И у нас здесь вот есть определенный киркиум. У нас здесь есть спейсинг. И, допустим, вот мы, типа, используя-использовали, а это все токен. И вот использовали-использовали это все как один там компонент. И этот спейсинг у нас везде дублируется. А потом решили вот этот спейсинг заменить. Там у нас, условно, сейчас 36, мы его решили на 40 заменить. То как произойдет? Все вот эти окна везде должны измениться потом на 40. Там у меня не были бы 36. Соответственно, когда работают с токенами, для всего этого еще есть дизайн-менеджер, который в роли QA чекает изменения вот этого контрибьютора. То есть контрибьютор редактирует, а у него есть помощник, который потом следит за изменениями. И он изменил, допустим, везде компонент коренной, который меняет все везде. Соответственно, чтобы потом не было нарушений, все проверяют. Еще также наличие дизайн-менеджера, ну, точнее, его суть в проекте. Помимо всего этого, он может тестировать дизайн и проверять, что, допустим, в темплейте или в пейдже все элементы являются компонентами, а не так, что что-то инородное имплементировали, которого нет у нас в дизайн-системе, чтобы не нарушать наши параметры и галилейны. Как-то так. То вот единственное, что я могу сейчас по токенам сказать, то, как я это сам вижу и понимаю. Так как у меня не было опыта в их создании, то я не могу про них так конкретно что-то рассказать. Сам пока в этом сейчас роюсь и разбираюсь, экспериментирую. Если нужно, я могу поделиться. То, что я смотрел, мне понравилось недавно. Это от Figma. Так, сейчас секунду, я заступ шейрую. Сейчас линк. Линк мне потом куда скинуть? Линки. А хотя я могу просто документ на Notion скинуть. Если можешь, потом пошарь все ссылки куда-то мне. Я их соберу. Вместе с презентацией, если можно. Я в Notion тебе скину. Вот очень крутое видео, которое я недавно посмотрел. Оно свежее, 19 марта. Это как ребята создавали дизайн-систему для сайта IBB. И там как раз... Ты не шаришь. Да, я не шарю. Да, я не шарю. Прости, не шаришь экран. Они создавали дизайн-систему для IBB. И там вот я сейчас покажу. Где-то мужичок показывал. А, вот, вот здесь. 38-я где-то минута. Вот, developer handover and tokens. И он здесь вот рассказывает за эту движуху, как они будут работать с этими токенами. То есть вы можете посмотреть и закопаться. Как-то так. Вот это очень хорошее видео, вообще пример дизайн-системы, как они должны вообще создаваться. Потому что некоторые по-другому немного это видят. И это вот реально очень много-много объемной работы, которая должна быть документирована и заранее предусмотрены всевозможные варианты взаимодействия в будущем. Как-то так. Я эту ссылочку скопирую. И вам потом ссылки добавлю. Точнее, уже добавлю. У меня есть еще вопросы? У меня есть одно вопрос. Я думаю, может, кому-то она будет надто легкая, но я, в принципе, на данный момент намагаюся раздібратись. Скажи, пожалуйста, если, например, створювать дизайн-систему, и есть, например, адаптивный дизайн, есть доступ, мобайл и таблет. Как правильно структурувать и организовать дизайн-систему? Например, если брать до внимания сам створение самого хедера, он, соответственно, отличается на дизайн-системе, на таблете и на мобайл. Можно создать через вариативность и задавать как проперки, что это хедер для дизайн-система, для мобайла и таблета, или, возможно, есть какой-то другой вариант, который вы используете в работе? Первый. Через вариативность, так? Да. Я покажу просто пример. Дуже спасибо. У меня был такой момент. Раньше я не использовал автолаяуты, где-то, может, год назад. Ну, их и не было практически. Там, может, какие-то появлялись первые. Потом я добрался до них, начал их использовать и начал использовать скейлинг. Ну, то есть все компоненты скейлились. Это круто, но есть моменты, когда вот сама фигма что-то выеживается и бажит. Либо бывает такое, что вот реально трудно какие-то элементы с друг другом заскейлить. То, короче, без автолаяута и скейлинга я просто создавал несколько вариантов. То есть у меня есть там условно планшет, есть десктоп и так далее. Соответственно, я их разбивал на размеры. То есть у меня есть 1920, есть 1440. Один и тот же самый компонент. И потом я дошел до того, что вот, я не знаю, или тут... А, вот есть у меня, походу. Да, есть. Вот есть хедер. И вот есть у него... Он в варианте у меня. То есть есть вариант там, где он 1920, есть там, где он 1280, 1024. Ну, и телефонная версия. Соответственно, я потом себе слот и поменял там, что не надо. Там open, не open и так далее. Как-то так. Ну, это удобно. То есть это удобно. Если это еще и скейли, то, ну, вообще, я еще приходил к тому, чтобы просто, ну, есть, допустим, шапка. Не шапка, а, допустим, какой-то другой элемент. Там аккордеон, условно. Аккордеон, по сути, не нужно создавать его для десктопа, планшета и версии... Ну, десктоп, планшет и мобилы. Почему? Потому что аккордеон скейлится спокойно, типа, ну, на любое разрешение. А вот уже вопрос с шапками, футерами, с слайдерами и так далее, то, конечно же, это нужно делать отдельно, эти элементы. Вот так же самое у меня есть, условно, 1920 блок, лизинг, и там вот машины у меня там... И у меня пять машин влазит, то я понимаю, что, допустим, на 1440 мне не нужно их скейлить, и я просто их делаю там четыре машины, да, в таком ключе. Так же самое вот есть момент с шрифтами. Потому что шрифты, у меня есть таблица шрифтов, то есть под каждое разрешение у меня отдельно идет разрешение под определенный текст. То есть если, ну, логично, что если у меня на 1920 H1 80, H2 48, то он мне не может быть там на телефоне 80 или 48, потому что это будет гигантский шрифт, и он не будет влазить в телефон. Соответственно, он у меня уменьшается. А для боди у меня бывает наоборот как раз таки, что условно, если у меня там где-то 14 может быть на каком-то ноуте, то он в телефоне может быть 16. Почему? Потому что на телефоне мелкие шрифты не особо хорошо выглядят. Соответственно, я их по-другому, ну, типа создаю. То есть смотрю на визуал, как оно мне выглядит, и когда я уже утвердил сам собой, что это вот мне нравится, окей, тогда я его забиваю в типографию. И опять же, это есть нормально, когда мы, допустим, нарисовали дизайн, утвердили его, потом делаем дизайн-систему и рисуем компоненты, а потом у нас каких-то, ну, не хватает компонентов, мы их опять же дорисовываем, добавляем в систему. Это нормально. Круто, дуже дякую. Я отримала відповідь, навіть не на одне запитание, я тебе шкала. Пожалуйста. Есть еще вопросы? Все молчат? Пока все молчат. Спасибо тебе большое за презентацию. На самом деле очень круто и полезно. Неважно, какого ты уровня дизайнера, всегда полезно узнать что-то новое. Класс, спасибо. Спасибо, очень насыщенная, классная общая лекция, прям бомба-ракета. Ну все равно. Да, очень круто. Действительно, много информации для себя взяли новое. И перенять честь-досвит, это тоже. Дуже круто, дякую. Я вам всем советую просто никогда там не останавливаться, экспериментировать. И еще момент. Пользуйтесь чужими дизайн-системами. Вы тогда будете понимать, как это все работает, но не дублируйте. Не дублируйте в каком ключе. Вы можете взять в тупую IBM-систему или в тупую Google Material и просто заменить стили. Да, там цвет, чуть-чуть тени подправить, там может какой-то радиус углов изменить. Но оно все останется с названиями теми же самыми и так далее. И с теми же стайл-гайдами. Но они не будут решать решение бизнеса, они не будут решать решение визуала, который должен быть брендирован. И вы никогда не поймете, как это должно правильно работать. Ну, то есть, если вы только начали. Если вы только начали, круто использовать, чтобы понимать, как это работает и как это удобно. Но создавайте свою, потому что вы, грубо говоря, индивидуально создаете ее для себя. И потом улучшаете с каждым днем. И потом упрощаете то, что, допустим, у вас усложнено или недоработано. Соответственно, в этом и весь смысл дизайнера, зачем он вообще делает эту работу. Потому что если бы шаблонные варианты все бы использовали, то сайты бы все шаблонные были. Как на Template Monster, да, условно там все были куплены. Оно не решает задачу клиента. Клиент должен решать сам дизайнер. Или там, ну, как бы продуктовая команда. Вот как-то так. Все. А я хотела запитать, а будут все эти материалы, ссылки, вот это все? А Светлана все покажет и даст, да? Да, Сергей пошарит со мной, я пошарю потом в чаты комьюнити. А в каком чате? Я в чат скинула все наши контакты. Я пошарю в Facebook группу и в Telegram. И на YouTube будет запись. Там в Telegram я не могу зайти. Воно, что там трохи будет. Тогда в Facebook начать. Ну, я думаю... Я могу, если уже на то пошло, мы же все равно в Zoom сидим. Можешь скинуть сюда. Я сюда сейчас скидаю все. Значит, я беру... Единственное, на сайт я, к сожалению, дать не могу ссылки. А вот именно на саму прессу я без проблем кидаю ее. А на IPAM-овских ресурсах где-то там, не знаю, видеопортал какой-то? Нет, не будет этой лекции совсем? Я на YouTube выкладываю. Она у нас внешний ивент. Я, кстати, еще вот делал... Я вам не показал, это я еще раньше показывал ребятам. Ну, вот, во-первых, для чего те цвета создавались вот такие... Ну, в названии. Потому что, когда создаем стейты, очень удобно сразу цвет выбирать. То есть я вот знаю, что у меня, допустим, дефолт кнопка. Я ее дублирую. И себе сразу ставлю здесь, что это, допустим, power. Это в фокусе. А это, допустим, у меня design. Соответственно, я создал уже себе стейты. Потому что заранее у меня цвет был создан. И очень хорошо, когда у нас степ-бай-степ идет все. А вот это я говорил про бабушку, дедушку, папу, маму и дочку. И, по сути, у меня это placeholder, который является заблокированным элементом. Ну, типа, то есть его нельзя трогать. И это тоже как бы все должно описываться в дизайн-системе и в стейл-гайдах. Есть еще такая штука. Ну, я видел и тоже там иногда использую. Когда просто в самом названии блочок вставит, иконку, emoji. И это удобно, потому что человек понимает, если он, допустим, исполнительный дизайнер, но он не контрибьютор. И ему все равно дизайн-системы нужно трогать, там где-то что-то редактировать. И что-то можно редактировать ему, а что-то вообще нельзя вообще ни в коем случае. То на них блочки ставят, чтобы он понимал, что это ата-та будет за то, что он изменит. Соответственно, если я поменяю здесь шрифт, то, допустим, вот заказчик захотел, чтобы все было там не болт, а там син. Там нет, син это вообще жесткая. Там регула. Все я в одном месте заменил, и у меня вот здесь все эти... Там, где у меня placeholder стоит, он поменялся. Мне не нужно каждый элемент отдельно редактировать. И все работает анонетично со всеми остальными. Так же само с этими закругленными углами. Вот тут я, кстати, провтыкал. Нужно было заранее сам этот, получается, контейнер тоже в бабушку превратить. Для того, чтобы, если бы я бабушку отредактировал, то child бы в этой всей группе изменился тоже радиус углов. А так мне придется их всех выделить, что очень трудно, и поставить везде ноль. Ну, как бы... А так я мог бы просто один объект нажать, ему задать. Вот, допустим, график нам не залетает, потому что это платный шрифт, никто платить деньги за шрифты не хочет. И мы берем просто там Open Sans. Все, поменяли на Open Sans, все довольны. И клиент доволен. Но момент в том, что вот как раз таки, если мы шрифты по всему сайту меняем, у нас в стилях они загнаны, типа вот шрифты, там какой-то один, а потом нужно на всей дизайн-системе менять шрифты, это все нужно договариваться со всей продуктовой компанией, командой, потому что заменить шрифт на всем сайте, на всей дизайн-системе очень опасно, так как шрифт сам по себе имеет разный формат и может просто испоганить всю систему за счет одного редактирования. То есть отредактировать текста правильно, поменять шрифт, это очень трудно и трудозапратно. То есть изначально лучше их утверждать заранее. Все. Я все. Я этот... Я закончил. Если есть еще вопросы, задавайте. А, я же должен был заширить ссылки. Все, сейчас шейлю. Даю в чат, раз. И... Блин, мы не видим. Стоп-шири. Ночень. Шири. Фоты. Чат. Вот, я скинул. Так, и, Свет, я тебе тоже кидаю. Спасибо. Я потом соберу, продублирую. Сюда, так? Спасибо. Очень круто. Спасибо большое. Пожалуйста. Обращайтесь. Спасибо. 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 День хорошего дня. Спасибо. Да, дякуймо за натхнение. Обращайтесь. Все. До свидания. Пока-пока. Попа. Спасибо. 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 Продолжение следует...